Всем привет, друзья! Сегодня прямой эфир. Немножко не запланирован, и я не делала анонс, потому что я совершенно простуженная, разбитая. В общем, никакая, я до последнего не знала, буду ли я его сегодня проводить. Ну вот, да, всем привет. Добралась до офиса, провожу прямой эфир. Пробегусь по некоторым вопросам, которые к нам приходили, и вы нам их писали. Я сейчас по ним, по некоторым пройдусь. Итак, что сделать перед поездкой на Мальту? Сейчас у нас приезжает очень большое количество людей, и многие сейчас на подходе. Всем привет, здравствуйте, кто меня смотрит. Многие сейчас тоже собирают свои вещи, и вот, для вас такое послание. Пожалуйста, если у вас есть время, повторите все, что только можно в английском языке. Повторите то, что вы когда-либо учили. Не нужно учить ничего нового, это точно. Лучше все новое получать здесь, получить свою базу. Но если вы когда-либо что-либо учили в английском, повторите это, потому что тогда вы не будете терять драгоценное время на повторение этого же материала, который вы уже когда-то учили в классе, а сразу попадете на свой нужный уровень и пойдете вверх. Потому что очень часто люди бронируют несколько недель, приезжают, и первые две недели начинают вспоминать, повторять только то, что они уже знали. То есть, понимаете, получается потеря времени. Чтобы это время не терять, вспоминайте все до приезда на Мальту. Максимально возможно. Все, что когда-либо учили, поднимайте конспекты. Далее. Распечатайте, пожалуйста, все, что я вам присылаю по бронированию школ. Вот эти документы у вас должны быть на руках, потому что у вас могут их попросить на таможне. Вам некоторые документы нужны для подтверждения трансфера. Когда вас забирает водитель от школы или наш водитель, вам нужна распечатка подтверждения трансфера. Вот. Это все мы вам высылаем, когда бронируем ваш курс. Вот. Поэтому, пожалуйста, это тоже распечатайте и возьмите с собой. По погоде. Кто летит сейчас? У нас жара, тепло, 26 градусов. Купаться еще можно вполне, и загорать можно. Вот. Но на вечер нужна уже какая-то джинсовая курточка, что-то такое у нас. Ну, небольшой ветерочек с моря. Многие так и ходят в майках. Вот. Но я уже хожу в курточках, и я умудрилась простыть с лицей доченькой. Доченька болела, и я подхватила от нее. Вот. По погоде. Кто едет к нам зимой? Спрашивали тоже, какая будет погода в январе, феврале. Тут будет плюс 15, плюс 17. Поэтому одевайте соответствующие. Солнце все равно здесь всегда. Отлично. Влади. Вот. Солнце у нас здесь всегда. Тепло. Единственная проблема, что зимой, кто приезжает, люди немножко не готовы, что у нас нет отопления. У нас есть классное видео на Ютубе, называется «10 особенностей Мальты». И мы всякие вот такие штуки, которым вы можете быть неподготовлены, как к стране, которая все-таки расположена на острове. Вот. Типа такого, что нет отопления в домах. Вы будете готовы. Посмотрите это видео, называется «10 особенностей Мальты». У нас на канале на Ютубе. Так вот. На зиму надо брать с собой пижамки. Теплые, флисовые, теплые носки. Что-то вот теплое, уютное, в чем находиться дома. Потому что, как ни странно, в домах внутри вы будете чувствовать себя холоднее, да, как-то вот такое ощущение немножко влажности, да, чем на улице. Потому что на улице солнце, а дома здесь каменные. Вот все наверняка видели фильмы, да, вот там про Шерлока Холмса, еще что-то. Очень часто хозяева домов выходят в таких вот теплых халатах. Потому что в домах не было отопления. И это вот все у нас также на Мальте. Ходят люди, местные мальтийцы в теплющих халатах, в теплой одежде дома. Вот. Отапливаем мы кондиционерами. Но, опять же, вы не можете гонять их постоянно, потому что очень большой счет будет за электроэнергию. А либо электрическими обогревателями, либо газовыми. Газовыми я не люблю, у меня от них голова болит. Это прям такой газовый баллон, который вставляется в такую штуку, которая обогревает дом. И вот такие, во-первых, газовые не все владельцы жилья разрешают, позволяют их использовать. Потому что, ну, они все равно чуть-чуть опасны, да. Это газ, это его надо там поджигать. И плюс голова болит от этого газа. Поэтому лучше электрический обогреватель. Теплые с подогревом просто, не знаете, которые вставляются в электрическую розетку. Вот это чудесная вещь для мальты, то, что у вас теплая постелька, больше дома ничего не надо. Потому что дни надо проводить в школе, на активите, на мероприятиях, тусить, куда-то летать. И в путешествия рядом у нас здесь Европа, страны, интересные города. Брать здесь, находить друзей. И домой приходить спать. А там теплая простынка, теплая кроватка. И утром снова в школу. И вот так вот у вас будут дни здесь пролетать. Вот. В общем, перед поиской на Мальту еще раз повторяем все, что можно в английском. Печатаем все, что я вам присылаю со стороны школы. Все документы берем с собой. Присылаем, конечно же, мне билеты, да, чтобы у вас было подтверждение трансфера. Сначала мне надо прислать билеты. И вот проверить ваше подтверждение трансфера, что у вас не поменялся рейс, ничего не поменяла авиакомпания с вашими данными. Если поменялось срочным образом, как только вы узнали, что у вас вылет переносится, уведомляйте нас, присылайте сообщение. Срочно, срочно у меня переносится рейс, чтобы мы вам перебронировали трансфер. Вот. Вас встречают, везут, заселяют, все рассказывают. Очень часто, если вы будете проживать в школьных размещениях, вас заселят в 2 часа дня, в 3 часа дня. Зависит от школы, от их условий. Но всегда вы можете оставить свои вещи и пойти прогуляться куда-нибудь к морю, подышать, выпить кофе, съесть вкусный круассанчик, вообще осмотреться, где вы. Еще классная вещь будет, если вы скачаете на свой телефон офлайн-карту, карту местности, карту Мальты, которая работает без интернета. Потому что интернет вы получите, чаще всего студенты получают интернет в своих размещениях в школах. И плюс на рецепции каждой школы вы можете подойти и попросить сим-карту. Взять сим-карту, зайти в офис, чаще всего это Vodafone, они везде есть, вы их увидите, рядом со школами есть. Зайти туда, пополнить свою карточку, тогда у вас появится мобильный интернет. Но до этого, если у вас будет офлайн-карта, вот приехали, вы оставляете свои чемоданы, вы открываете, смотрите, где вы находитесь, ставите метку, идете, гуляете по местности, потом возвращаете, заселяетесь. То есть она очень помогает, такая карта. Далее, по трансферу. Не все далеко люди бронируют трансфер от школы, потому что это дорого. Можно забронировать такси прямо в аэропорту, если вдруг мы сейчас со всеми людьми общаемся, предлагаем разные варианты. Не обязательно брать трансфер от школы, можно самому добраться, если вы хотите. И вообще, в принципе, использовать такси на острове дешевле всего, если вы будете использовать приложение Bolt. Оно пишется прямо вот Bolt. Раньше это было Taxify, почему-то они сейчас переименовали, сейчас я вам напишу, кому нужно, почему-то я нарисовала красный, потому что у меня красный фломастер был рядом. Вот так пишется Bolt. Скачивайте себе, вот еще раз. Ой, ой-ой, у меня выскочил телефон. Вот, скачивайте себе такое приложение Bolt и используйте его для заказа такси на острове, потому что это самый недорогой пока вариант такси. Ну и, конечно же, автобусы. Автобусы, вы можете купить автобусную карточку прямо в аэропорту, когда вы приезжаете. Вот вы забрали багаж, вы выходите, и прямо напротив вас кофейня Costa Coffee. Справа от нее Vodafone, если вам совсем не терпится, вы не можете ни минуты прожить без интернета, вы прямо там можете купить сим-карту. И на ней, сейчас у них есть тарифный план, очень интересный, они его сразу же предлагают, я буквально вчера его делала, там вы платите, зависит, сколько интернета вам нужно, 10-20 евро. И у вас сразу же все работает, то есть они вам активируют, вы им даете телефон, они туда вставляют эту сим-карту, все активируют, а у вас сразу же есть интернет. В аэропорту можете это сделать, если хотите. В школе вам дойдут бесплатную карточку, но деньги вам все равно на нее надо будет класть, то есть можете взять сразу в аэропорту. Далее рядом с Vodafone, справа, там будет офис Та-линия, зеленым написано Та-линия. И рядом будет такая машинка стоит, где можно купить банкомат, а-ля банкомат, для продажи билетов на автобус. Если хотите, вы можете купить, прям там, вы не ошибетесь, там обычно очередь стоит из людей, кто покупает эти билетики. Либо, если вы не хотите разбираться, как работает машинка, это вы можете зайти в офис и у них купить билет. И опять же, билет на автобус вы можете оплатить прямо на входе в автобус. 2 евро сейчас стоит, осенью цена снизится, будет 1,5 евро. Заходите, оплачиваете 1,5 евро на входе и едете. Вам выдадут билетик, который действует 2 часа. То есть, если в течение этих 2 часов вы меняете автобусы, вы просто показываете им этот билетик. То есть, он не на весь день, но он на 2 часа. То есть, можете хоть 5 автобусов поменять. Главное, чтобы вы зашли в последний без 1 минуты до конца. Там будет прописано время, когда ваш билет истекает. Есть ли агентство, которое может газовать поездку на выходные, например, в Барселонию или в Венецию? Так, и второй вопрос про учебу, работа на Мальте. Сейчас расскажу. Агентства, да, есть такие, но большинство людей, прям 99,9% людей бронируют все сами, потому что здесь очень простые есть сервисы, сайт SkyScanner и так далее. Если на остров прилетает 43 авиалинии, вы можете купить лоукостеры, допустим, Ryanair или Viseir или еще что-либо, что к нам летит. И полететь сами. Плюс есть R&B&B, сайт Booking.com, вы можете все забронировать. Там жилье без всяких наценок турагентств. У нас студенты, ну, буквально там каждый второй на выходные регулярно улетают, куда-то они сбиваются в такие группки и летят в Барселону, в Венецию, в Милан, куда угодно, в Париж. Берут билеты, конечно, заранее на Ryanair, бронируют там коэндхостел. Сейчас все в общем доступе в интернете. Можно за час буквально спланировать себе поездку и поехать. Но вообще, если вы привыкли к турагентствам, то да, конечно, на острове есть. Программа учеба и работа на Мальте. Такое и есть, но больше всего эта программа работает летом, когда нужны групп лидеры, которые будут, русскоязычные групп лидеры, которые будут работать с группами с детьми. Вот в этот момент летом школы набирают себе дополнительных сотрудников и предлагают вам в обмен на обучение, они дают вам уроки, вы для них работаете с группой. То есть у вас и практика английского, когда вы общаетесь с персоналом школы или с другими студентами, и плюс вы таким образом зарабатываете себе на курсы обучения. У нас так люди приезжали, когда некоторые школы. Добрый вечер, здравствуйте всем. Да, учеба, работа, ответила. Вот, такие программы есть зимой, их мало, таких программ. Они тоже бывают. Там надо смотреть, какая у вас специальность, какую бы вы практику хотели получить. Бывают отели, ищут таких сотрудников, которые готовы работать за опыт. То есть вы приезжаете, вы работаете бесплатно, но вам напишет какое-нибудь письмо, что вы работали в европейской компании. Плюс, естественно, вы получаете опыт работы в европейской компании. Вы получаете практику английского. Есть организации, которые подбирают такую вам практику, отдельные организации, которые прям, у них там огромная база данных работодателей на Мальте, которые могут вам подобрать в зависимости от вашего запроса, подобрать то место работы, то место практики, да, где вы можете этот опыт получить. Вот, следующий вопрос, господи, как обстоят дела с маникюром? У нас есть тут и люди разные, которые смотрят. Дела с маникюром обстоят хорошо. Вот, я люблю френч, я старая, старые закалки, я люблю френч. Стоит френч 25 евро. 20 евро стоит, если просто покрыть гель лаком обычным. Девочки лучше всего делают украинки. Я не помню, кто у меня спрашивал про маникюр. В общем, есть здесь маникюр. Девчонышки ездят, делают чаще всего на квартирах, да, у кого-то этот маникюр. Либо ходят в салоны. В салоны тоже есть, но надо знать, куда идти. Почитайте отзывы. В принципе, есть такая штука, как Russian Group in Malta. Русские на Мальте. Там всякие отзывы пишут люди. Скандалят о чем-нибудь. Там тоже интересно, кто планирует на Мальту. Можете мальтийской жизнью чуть-чуть окунуться в мальтийскую жизнь, потому что все сплетни обсуждаются, в том числе и по маникюрам, где кто хороший маникюр, педикюр сделал, где кто постригся и так далее. Сильно холодно на Мальте, дожди проливные. Ой, дожди у нас были чуть-чуть. Я не скажу, что проливные, они там ночь прольются, потом утром солнце. Это было дня 4, наверное, и все, и потом опять солнце. Поэтому нет. У нас погода, дожди это редкость. То есть у меня есть дома резиновые сапоги. Они есть. Они выходят в свет, наверное, раза 3 в году, когда прям льет-льет конкретно. Тогда вот они гуляют. А так, в принципе, можно по истории жизни моих резиновых сапог понять о погоде на Мальте, о количестве здесь дождей. А устроиться куда-то можно на подработку? Поздней осенью, кафе, рестораны? Знаете, вы можете попробовать. Естественно, никто не может вам запретить попробовать что-то поискать. Но, конечно, работы гораздо меньше осенью, зимой, потому что уезжают туристы. Туристы приезжают в основном летом, когда тепло. Где-то с мая, даже с апреля по ноябрь, наверное, тут сезон. Поэтому больше работают. Привет, Клаб Класс. Привет, Турлан. Так, кто еще? Вопрос. Так, если хотите, можете задавать вопросы мне сегодня здесь. И плюс я пройдусь по тем, которые нам присылали. Так попасть на Сицилию дешево. Мы этот вопрос обсуждали много раз. На Сицилию вы можете поехать тремя способами. Есть паром Вирту Феррис, который перевезет вас в Пацалло. Это маленький городок на юге. Чтобы добраться до Катании или Палермо, вам нужно будет брать автобус. Либо есть паром, который напрямую в Катанию приезжает. Либо самолеты. Самолеты дешевле, быстрее и, возможно, удобнее. Паром романтично, ветер в лицо, море и так далее. Паром идет час 20, самолет 20 минут. По стоимости самолеты тоже дешевле где-то. Можно, мы брали билеты и по 20 евро, если мы покупали их заранее. Подскажите, если английский, ну прям совсем школьный, на какой срок лучше прилетать на обучение? Недели же маловато. Недели вообще ни о чем. Не тратьте деньги и время свое на билеты. Вы посмотрите на Мальту и все. И все. Как бы неделя. Вы просто пока акклиматизируетесь, вам уже уезжать. Две недели тоже это такой ознакомительный получается тур. Вы поймете, как учить английский, зачем учить. Все, все разберетесь и уедете. Чуть-чуть, чуть-чуть совсем. Естественно, английский язык это очень серьезный навык. Его учат долго. Неделя-две даст вам прививку мотивации, как я люблю говорить. Найдете здесь друзей, поймете, как, зачем, почему, для чего учить и уедете. Все, увидите, какая Мальта классная. Чаще всего неделя-две это такие поездки для людей, которые решают, стоит ли ехать сюда надолго, которые боятся, что у них не получится, видят свои результаты, очень быстро понимают, что, блин, круто получится, надо приезжать на более долгий срок. Люди уезжают и планируют свою следующую поездку на более длительный срок. Инлингва делает какие-то скидки на обучение? Да, бывает, у них бывают всякие акции. У них сейчас акция проходит в Инлингва 30 часов по цене 20. То есть вы покупаете стандартный курс за 165 евро в неделю, получаете 30 часов за эти же деньги. Всем привет, всем Машу, рада всех видеть, кто меня смотрит. Вот, про Сцелью сказала. Курсы выходного дня. Нет, есть ли курсы выходного дня на Мальте, меня спросили. Нет, учеба идет обычно по всех школах, с понедельника по пятницу. Благодарю за ответ, благодарю за вопрос тоже. Вы поддерживаете мой эфир живым, все, кто задает вопросы. Вот, по выходным люди отдыхают, потому что они адски учатся с понедельника по пятницу. Каждый день по 4,5 часа интенсивный курс. И потом они еще делают домашнюю работу, и потом они активно участвуют во всех мероприятиях, активити школы, каких-то развлекательных штуках. И в выходные они, наконец-таки, высыпаются, отдыхают, просматривают то, что недоучили, недопоняли в школе. Плюс занимаются еще, возможно, чем-то дополнительным. Когда училась сама, я дополнительно смотрела фильмы на английском, я смотрела школу, очень многие дают и learning, это портал, такой в интернете просто сайт. Школа дает доступ, ваш там профиль создается, и вы там занимаетесь. Очень много вам дают информации, там и видео уроки бывают, там и тесты, которые вы проходите, потом вам даются сразу же ответы, и если неправильно, объясняются почему. То есть для самоподготовки у вас будет огромное количество ресурсов и времени на выходных. Плюс надо тоже отдохнуть, потому что учиться прям вот, чтобы убиться здесь тоже не надо, не надо вызывать аллергию на это занятие. Оно должно вам приносить удовольствие, и на Мальте главный фокус, да, Мальте, что вам здесь учеба приносит удовольствие. Поэтому выходные, постарайтесь отдыхать. Если прям совсем вам все зажато по времени, вы можете взять себе приватного учителя. Опять же, напишите нам, у нас есть знакомые приватные учителя, которые с вами будут заниматься. У них ценники ниже, чем в школах, раза в два. Либо же, если вам понравилось в школе, вы, конечно же, можете забронировать себе и в школе. Это тоже никто вам не запрещает. Вот, поэтому по выходным либо самоподготовка, либо занятия с приватным преподавателем, либо еще дополнительно, если вы будете куда-то ходить на все эти мероприятия, считайте, расценивайте все мероприятия школы, где вы активно общаетесь на английском, любые поездки, пляжи, что угодно, экскурсии. Считайте это тоже обучением и таким очень важным этапом обучения, потому что вы, наконец, применяете на практике то, что вы изучали в классах. То есть грамматику, если вам все время наваливать, 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 это хорошо, но если вы ее потом не применяете на практике, никуда не ходите, не разговариваете, то, ну, как бы это очень малоэффективно. Если 1 мая выпадает на пятницу, на этот день выпадает из обучения. 1 мая, да, по-моему, это паблик холидей. У Мальты есть паблик холидей. Это выходные, когда школы не работают. Тут, возможно, два варианта событий. Либо просто школа не работает, это ваш выходной день, но он у вас теряется, конечно же, из ваших дней нахождения на Мальте. Либо, это зависит от условий школы, с каждой школы по-разному делают. Есть школы, которые часы этого дня распределяют на оставшиеся дни недели. То есть если пятница, выходной, то у вас будет понедельник, вторник, в среду и в четверг больше часов. Часы пятницы распределятся на первые 4 дня. То есть вы будете заниматься больше. Зависит от условий школы. Если же школа говорит, что просто, ну, как бы, извините, у нас выходной, значит, у них есть такая штука, terms and conditions, у каждой школы, на сайтах школы есть terms and conditions. Это означает публичный договор оферты школы, по сути, их условия. И когда вы оплачиваете счет школы напрямую, да, который мы вам высылаем, это счет школы прямой, то вы автоматически подписываете этот договор со школой. То есть вы автоматически соглашаетесь с их условием. И там вот эта информация про выходные дни прописана. Либо они возмещают вам эти часы, либо не возмещают. Ну, с ними спорить бесполезно. Они скажут, у нас в условиях на сайте это написано. Если хотите, когда мы определимся со школой, вы можете посмотреть условия школы, или нас спросите, что именно вас интересует в этих условиях. Мы переведем и понимаем ваш уровень английского, может быть, еще маленьким. Вот, и мы вам подскажем. Поскольку часов в день занятия, смотрите, здравствуйте всем, здравствуйте всем, Машу. Занятия могут быть нескольких вариантов. Есть три вида интенсивности курсов обучения. Либо это General English 20, это 20 часов в неделю. Занятия будут с 9 утра до 12.30 дня. С одним получасовым перерывом. То есть, по сути, это три часа, три непрерывных часа занятия. Полтора часа, перерыв полтора часа. Также занятия могут начинаться с часа дня. Зависит от смены в школах. Но сейчас зимой больше, конечно, утренних смен. Далее у вас может быть интенсивный курс обучения. Это 30 часов в неделю. На таком курсе я сама училась здесь 10 месяцев и считаю его самым оптимальным. У вас будет три сессии по полтора часа. Первые две будут на грамматику, аудирование, чтение, письмо. Между ними получасовый перерыв, потом еще один получасовый перерыв. Потом добавляется третья сессия на полтора часа на разговорную практику. То есть, все то, что вы изучили на грамматике, вы вот прям переходите в класс разговорной практики и начинаете использовать. Таким образом грамматика запоминается в разы лучше. Гораздо больше эффект получается, потому что все, что вы сейчас тепленько изучили, вы начинаете тут же применять. Есть еще курсы суперинтенсив 40 часов в неделю. Это 4 сессии по полтора часа. И я считаю, что это перебор. И на такие курсы надо идти всем тем, у кого уже все-все горит. Прям кошмар, как срочно и как надо. На такие курсы можно пойти 40 часов. Но опять же, надо смотреть по эффективности. Я всегда предлагаю взять интенсив 30 и посмотреть, если недостаточно взять приватного преподавателя. Потому что так вы получите полностью, вот полное покрытие всего, что вам нужно. Вы получите и грамматику, чтение, аудирование, письмо на первых двух лекциях. На третьей вы получите разговорную практику. А приватный преподаватель подтянет вам именно те какие-то пробелы, которые есть именно у вас. Это тоже очень важно, вот такое внимание преподавателя, потому что он вас направит. Я вообще обожаю заниматься с приватными преподавателями, тренерами и учителями. Я понимаю, что это зачастую дорого, но сэкономленное время и внимание, направленное только на меня, только на мою проблему, оно того стоит, потому что эта проблема решается быстро, а по сути, что нам еще нужно. Поэтому можно совместить, да, здравствуйте всем, можно совместить интенсивный курс, если у вас прям все срочно горит, и взять еще дополнительно приватного преподавателя и ходить на все мероприятия. Расценивайте их как часть вашей обучающей программы и объясните всем ревнующим мужьям или женам, или еще кому-то, кто будет говорить, а, ты пошел на вечеринку, объясните, что эта часть вашей программы необходимая, и это действительно так, потому что именно там вы общаетесь в неформальной, разреженной обстановке. Третья сессия на интенсивном курсе, где у вас будет разговорная практика, она все равно проходит под надзором учителя, и вы все равно не можете так расслабиться, как, если вы сравнимы пойдете на вечеринку, там учителя не будет, там будут такие же люди, как и вы, вы увидите, что ни у кого нет таланта к языкам, все обычные люди, всем тяжело, у всех свои акценты, и все на это плюют, вот, идут и общаются, и вы в такой вот веселой, дружелюбной обстановке, именно там сломаете свой языковой барьер, вот. Поэтому оптимально, если вы будете ходить на все занятия, и ходить на все мероприятия, вот прям Джим Керри всегда говорит, да, это на Мальте надо делать. Ваши приватные преподаватели где занимаются? Это не наши, это просто наши знакомые, там один приватный преподаватель, два вернее, которые, они были просто моими учителями, мы стали друзьями, и я их советую, они общаются с нашими студентами, дают им уроки, периодически, также работают в школах. Опять же, любого преподавателя, который вам понравился в школе, вы можете попросить дать вам приватные уроки, любого. Просто те, которых мы знаем, мы можем гарантировать, что они хорошие, замечательные. Опять же, если вы влюбились в своей школе, в какого-то преподавателя, подойдите, спросите его, можно ли с вами позаниматься отдельно. Или позанимать, чаще всего все договариваются. Приватные преподаватели могут заниматься по-разному, они могут приезжать даже к вам домой, или встречаться с вами после школы вашей, в кафе, или еще как-то, то есть вы всегда договариваетесь сами. Мечта попасть на такие уроки. Мечты должны воплощаться, я вам искренне желаю, чтобы у вас и получилось. И смотрите за нашей Черной Пятницей. Ребята, у всех, у кого мечта на Мальту, я искренне хочу, чтобы все вы приехали. 29 ноября, Черная Пятница, Black Friday, школы сделают большие скидки, минимум 50%. Поэтому следите за нами. Все, кто точно уверен, что будет ехать, все уже нам присылают паспорта. Мы вносим нашу базу бронирования Черной Пятницы. Как только у нас будет понятна вся информация о школах, мы этим людям сразу же ее высылаем и говорим, какую школу мы бронируем. Потому что в прошлом году мы успели всех забронировать. Мы никого не пропустили, но мы работали до 12 ночи. Поэтому в этом году пожалейте нас, пожалуйста, с Машей, чтобы мы до полуночи не сидели. Кто точно уверен, что он поедет на Мальту и хочет забронировать курс с скидкой до 50%, отправляйте нам. У нас на сайте есть заявка красным, вот таким вот выделено сейчас. Мы сегодня выделили ее красным, потому что люди не находили. Пишите в сообщении Black Friday, мы вас несем в базу. И первым же, как только у нас там нам надут, может быть, в 8-9 утра информацию по скидкам, мы сразу вам скажем, вот школа, вот школа, вот школа. Какую берем? И бронируем. Окей? Все, кто уверен, что поедет на Мальту, пишите по Black Friday. Там в прошлом году были цены такие, что мы, ну, просто были в шоке. Мы звонили родным, близким, братьям, сестрам, кузенам, там не за друзьям говорили, ты представь, вот такая вот цена. Ты можешь представить себе там на полгода, на год, особенно люди удивлялись, потому что туда можно было купить за 3 копейки. Чем больше вы бронируете, тем ниже стоимость недели. Некоторые даже бронировали специально полгода, отучились там, они максимум могли на 3 месяца приехать, но ценник на полгода был ниже, чем на 3 месяца, просто за счет разницы в стоимости недели. Стоимость каждой недели падает глобально, если вы бронируете от 24 недель и выше, то есть полгода. Обучался ранее в JV, как обстоят дела с проживанием? В JV с проживанием у них много всяких резиденций, у них много. Если вы хотите жить отдельно, у нас там есть один товарищ, мы дадим вам контакт, хозяин жилья, в Буджибе, и вы можете у него снять комнату напрямую, поговорить с ним. Там есть жилье, там есть недорогие комнаты, особенно низкий сезон. Воспользуйтесь, все те, кто пропустил лето на Мальте в этом году, воспользуйтесь сейчас низким сезоном, низкими ценами, в том числе и на жилье. То есть мало того, что можно будет курсы купить с большой скидкой, цены на жилье тоже сейчас гораздо ниже, чем летом, потому что море, море холодное будет скоро. Для бронирования нужно сразу вносить оплату по Черной Пятнице. Нет, смотрите, нам нужно будет ваше согласие. Да, хочу бронировать. Мы вас бронируем, у вас будет 2 недели, чаще всего школу дают примерно 1 неделю, 2 недели на оплату счета, на предоплату 25%. Вы оплачиваете напрямую на школу. Очень часто можно прямо на сайте школы карточкой за те оплатить, если хотите. Но это зависит от условий школы. Но оплата не должна быть произведена в этот же день, на следующий день и так далее. Минимум 1 неделя полная рабочая, либо 2. Большинство школ даже 2 недели дают вам на оплату. Так что 25% в четверти, то есть у вас не нужно срочно. А остальное нужно будет внести за 2 недели до заезда. Вы также можете бронировать себе лето по этой акции. То есть если вы планируете приехать летом, можете забронировать. Плюс даты можно переносить 1 раз желательно, 2 максимум, но даты можно перенести, когда вы определитесь точно, не позднее за 2 недель тоже до заезда. А лучше 4. Сказать нам, что у меня даты меняются. То есть я понимаю, сейчас 29 ноября будет, мы будем бронироваться. Вы не знаете, когда точно вы поймете в июле. Вы знаете, допустим, отпуск у вас в июле или еще что-то. Планируете там, не знаю, с марта начать. Точно дату не знаете. Бронируйте с понедельника. Занятия начинаются с понедельника по пятницу. Бронируйте любой понедельник, марта. Потом вы понимаете, какая точно дата. Вы выкупаете билеты, присылаете билеты, говорите, вот у меня будет, не знаю, там март, месяц, с 9 марта я приеду. Окей, мы бронируем вам с 9 марта, переносим эту дату в школе. Это бесплатно, это можно сделать. Главное, сделать броню, спеть, неважно, если по этим, допустим, через полгода. Да, у нас люди бронировали в черную пятницу, приехали через полгода, да, можно, потому что вы можете забронировать прям в 2020 году ваши курсы, то есть, да, да. Главное, вовремя скажите нам даты, перенесите, чтобы не попасть на какие штрафы, потому что, если мы просрочим дату, ваша школа ждет, представьте, вам забронировали место в классе, школа же рассчитывает количество преподавателей, там, зависимость количества студентов, вы говорите, там, меньше, чем за две недели, нет, я не поеду, вы можете попасть на штрафы, на полное удержание вот этих 25%, чтобы этого не было, мы следим за всеми, мы говорим, вы получили визу, все ли нормально, мы отслеживаем, но вы тоже должны сказать, как только вы определитесь с датой точной, нам сразу же шлете билет и говорите, вот, я приезжаю тогда-то. Расскажите про школу АЛС, моя любимая школа, одна из любимых АЛС, была на днях, там много студентов приезжали, в прошлой неделе. Школа супер, школа огромная, самая большая на острове, очень хорошие преподаватели, там влюбляются люди в преподавателей, потом едут только к ним. И у этой школы, на мой взгляд, самая, самая комфортная, дружелюбная, веселая, движушная резиденция, отель, три звезды, то есть они построили отель три звезды для своих студентов, там не живут люди, там живут только студенты, там огромная внизу кухня, там есть типа кафе для студентов со столиками, но не сами люди готовят, общаются на английском, там очень классные вечера проходят, с гитарами, может быть, с музыкой, с пробованием, еды разные, кто-то готовит японцы свои суши, кто-то наши там блинчики, потом садятся все это, все это дело, там очень много студентов из Германии и Швейцарии, там мало русскоязычных студентов, там меньше пяти процентов, то есть школа супер, единственное, она дорогая, она из разряда цены выше средних, но скидки по Блэк Фрайдэй на школу АЛС будут точно, не обещал директор, я разговаривала недавно, сказала, что у меня есть люди на чемоданах, он сказал, окей, у вас будет Блэк Фрайдэй, то есть АЛС, те счастливчики, кто пойдет туда, планируйте сразу вашу поездку, отправляйте нам заявку, АЛС в списке Блэк Фрайдэй точно есть, проживание, да, проживание, у них несколько резиденций, самая лучшая, которую я люблю, это Дэйз Ин, резиденция три звезды, у них есть Ховард еще резиденция, которая подешевле по цене, но я ее не люблю, честно говорю, она попроще, там какие-то белые стены, но как-то не очень, вот для меня, а Дэйз Ин это прям, прям, прям мечта, спасибо вам, мой сын учится в этой школе, все супер, а, ой, спасибо, что вы смотрите нас, поддерживаете, у меня в прямом эфире, сын, да, приехал к нам учиться, очень, сын подозревака, у нас есть такие люди, подозреваки, которые думают, что что-то тут не так, что-то тут не чисто, мы не встретим в аэропорту, или вообще, не знаю, что происходит, он проверял буквально все, каждую, каждую бумажечку, которую только можно было, все что мы присылали, там, он каждую буковку, все сверял, я ему дала все контакты в школу, которые можно, он звонил им всем, писал имейлы, он проверил всю школу, когда он, я его увидела, когда он приехал, я ему говорю, ну я же тебе говорила, ну все же хорошо, ну, ну я же, вот я же далеко, я же в Украине, не знаю, вот, он удостоверился на самый, самый большой подозревака, будем называть его, удостоверился, что все супер, все, он счастлив, вот, фотку не разрешил с ним инстаграм выложить, но я его сфоткала, чтобы маме отправить, потому что мама попросила его сфоткать со мной, маме отправила, вот, инстаграм не могу выложить, запретил человек, мы если выкладываем что-то только с вашего согласия, и, и с вашего желания, никого не заставляем, но вообще мы рады всегда с вами сфоткаться, вот, так что все подозреваки, если кто нас смотрит, я вам могу дать контакт Диме, который перешерстил все, что можно, про нас, про школу, про счета, про оплаты, вообще вот все, буквально перешерстил, я его и в школе, представь, я подвела, в школах есть русскоязычные сотрудники, соответственно, я подвела его к девочке, к Юле, говорю, вот, вот Дима, который все перепроверил за нами, нашел ошибку орфографическую на английском языке, мы ее поправили, в общем, все супер, ребят, вы все молодцы, кто так проверяет, вы молодцы, правильно делаете, и вы все, не волнуйтесь, если у вас есть какие-то вопросы, не волнуйтесь нам написать, у нас совершенно нет никаких секретов, то есть, если вам нужны контакты школ, мы дадим все контакты школ, ради бога, телефоны городские, Дима, кстати, сжег очень много денег, звоня на городской телефон, вот, потом мы говорю, блин, ну что ж ты мне не сказала, я тебе ватсат бы прислала сотрудницы, но ватсап опять же может быть у кого угодно, поэтому мы даем городские номера, если хотите, можете звонить, опять же лайфхак, кто хочет звонить на Мальту, на городской номер, поставьте себе на скайпе, есть скайп, да, программа, там можно положить деньги, и делать звонки на любые номера по всему миру, и там будет стоимость 2 цента в минуту, 2 евро цента или долларовый цент, вот, поставьте, и тогда можете звонить на Мальту, нет, реально на Мальте здорово, обрел кучу знакомых, с которыми переписываемся, при случае встречаемся, круто, да, Мальта это супер классная страна в плане дружелюбности, я не вижу такого нигде, я была в многих странах, Мальта это номер один, я не знаю, что здесь такое, в воздухе витает, какая-то магия, но все друг друга любят, общаются, сдруживают, если вы потеряетесь на улице, вам помогут, всегда зададите вопрос, у нас так Даша и делала, я не знаю, Даша меня сегодня не смотрит, наверное, Даша, надо ее в пример всем приводить, она выходила и терялась посреди города, какого-нибудь, специально уезжала далеко, выключала телефон, говорила, I'm lost, я потерялась, и искала себе таким образом друзей, всегда кто-нибудь находился, кто ей помогал добраться куда-то, естественно, по пути, они останавливались попить кофе, поболтать, в общем, она прокачала себе прекрасно разговорный английский, нашла себе толпу друзей, плюс ходила на сальсу, сальса, это опять же тоже огромный ресурс, кто любит танцы социальные, вот эту всю движуху, на сальсе встретите толпу народа со всего мира, любят сальсу везде, все ее танцуют, и, конечно же, там все говорят на английском, вот, тоже вам такое место, где болтать, прямые рейсы есть на Мальту из Москвы, да, конечно, прямой рейс обязательно летит на Мальту, он противный по времени, он улетает от вас 4 утра, противный по времени и для нас, потому что нам вас встречать тоже в 7-30 утра, здесь, это очень рано, надо вставать, ехать в аэропорт, но, прямой рейс есть, он очень удобный, авиакомпания AirMalta, прям так и пишется, AirMalta, на их сайт заходите, он даже на русском языке сделан для вашего удобства, и там бронируете прямые рейсы, обожаю эту авиакомпанию, я очень боюсь перелетов, но почему-то только в самолетах AirMalta я сплю, больше ни в каких самолетах не сплю, там я сплю, мне спокойно, я не знаю почему, и там вкусный бутербродик дают с тунцом и оливками, прям такой мальтийский, вот, в общем прямой рейс есть из Москвы, из Киева, из Питера, и можно еще добираться до любой, до любой столицы Европы, можно еще так проложить свой путь, и прилететь на Мальту лоукостером, иногда билеты получаются гораздо дешевле, прямые рейсы, я вот только что покупала маме билеты, если покупать заранее, у меня вышли по, у меня вышли 200 евро билеты туда и назад, да, с багажом 23 килограмма и с ручной кладью, если без багажа, бывают распродажи на AirMalta тоже, там были билеты по 99 евро из Москвы и назад, без багажа, вот, вы можете подписаться на их рассылку по, опять же лайфхак, кто ждет Black Friday, бегом идем на сайт AirMalta, и подписываемся там на их скидки и акции, тоже следим за их скидками, покупайте билеты тоже со скидками, возможно на Black Friday они тоже сделают что-нибудь, то есть такое может быть, но они регулярно, в принципе без какой-либо логики, на мой взгляд, они тоже делают акции, но как это происходит, почему и когда, не знаю, иногда раз, там скидки на все направления, вы заходите, покупаете себе билет со скидкой, так, следующий вопрос, у меня тут остается буквально 5 минут, учителя будут говорить на русском, та-да-да-дам, любимый мой вопрос, нет, слава тебе Господи, нет, у вас не будет русскоязычных учителей, никогда, пока вы бронируетесь со мной, не позволяю, я вот прям вот, вот так вот держу людей, которые боятся, которые приезжают с нулевым уровнем, говорят, нет, дайте мне русскоязычное, ничего не пойму, поймете, все прекрасно, учиться надо сразу напрямую, самым-самым нулем, неважно, сразу у англоязычного преподавателя, все вы поймете, у них отработанная методика, все прекрасно, люди учат, и у нас очень много было студентов с нулевым уровнем, я сама была с нулевым уровнем, сдала экзамены Кембридж, все возможно, не нужно искать русскоязычных преподавателей, здесь, оставайтесь у себя дома, с такими преподавателями, не тратьте деньги и время на Мальту, зачем, вам нужно общаться сразу на английском, вот, вот, приехали, мы вас встретили, по-русски с вами поговорили, пока вы успокоились, да, на новом месте, немножко напуганные, там, ночной рейс, немножко не доспали, мы с вами все хорошо, заселили, показали, где ваша школа, расписание вы получили, welcome back, дальше, до свидания, Снежана, до свидания, все русскоязычные товарищи, находим себе друзей англоязычных, и общаемся, поэтому русскоязычных преподавателей не от меня, не ждите, не сами не ищите, так, вопросики, имеются ли летние школы для школьников 11-12 лет, да, обязательно, у нас есть школы с летними программами для детей, от 8 лет, если вы хотите прислать ребенка одного с проживанием, его можно прислать в лагерь с проживанием с возраста от 8 лет, если, ну, 11-12, это вполне, это один из самых наиболее распространенных возрастов, вы можете поселить ребенка, либо в резиденции при школе, где будут же дети, дети с групп лидерами, постоянным наблюдением, либо в принимающей семье, летние школы начинаются где-то с июня, с 1 июня, 1 июня в следующем году, это понедельник, да, 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 и если подросток 14 лет полетит на Мальту один, лучше для него выбрать резиденцию или принимающую семью, смотря когда, иногда у вас просто выбора нет, у вас остается только принимающая семья, потому что резиденции работают только летом, и в определенные даты, да, они открыты, осенние каникулы и так далее, вот, и он может полететь один, ну, надо смотреть, какой подросток, если за ним надо прям следить, сколько он чего съел, да, чтобы, ну, грубо говоря, такой вот маминкин подростка, подросток, тогда лучше в принимающую семью, там будут, ну, следить, чтобы он поел, доел, допил и так далее, если подросток самостоятельный и хочет больше общения, то, конечно, в резиденции ему будет интереснее, если вы хотите, чтобы он попросил вас на следующий год, загадывал желание снова попасть на Мальту, то лучше в резиденцию, в резиденции комфортнее, веселее, интереснее, там еще и вечерние активити у них, то есть они там, студенты, очень классно проводят время, именно в резиденциях. Можно за месяц поднять на один уровень, нет, за месяц вы не поднимите на один уровень, если это уровень выше преинтермедиат, надо смотреть на ваш уровень сейчас, если, смотрите, разные бывают ситуации, бывает человек, учат всю жизнь английский, у него есть база грамматики, но он не умеет ее использовать, потому что у него нет места, где практиковать английский, то есть у него это база грамматики, есть, использовать она не может, вот тогда за месяц, он этот уровень пройдет, и перейдет на следующий, просто потому что у него база есть, если базы нет никакой, он приезжает, то опять же, низкие уровни, типа, бигинер, он за месяц пройдет, элементарий надо смотреть, то есть, скажем так, уровни ниже преинтермедиат, возможно, при желании студента, активной работе, так далее, уровни выше преинтермедиат, они их начитка информации занимает от 8 до 12 недель, у меня каждый такой уровень занимал 12 недель, мне надо было столько времени, просто чтобы освоить всю ту информацию, которую мне давали на этих уровнях, поэтому я бы закладывала 2-3 месяца на покорение, скажем так, уровня выше преинтермедиат и выше, в резиденции подростки готовят сами, нет, конечно, в резиденциях их кормят, там предусмотрены завтраки, обеды, ужины, это трехразовое питание, в зависимости от резиденции, я люблю резиденцию школы European School of English, на мой взгляд, самый лучший летний лагерь для детей и подростков, по всем показателям, и комфортности, и защищенности, и преподавателям, и так далее, вот, у них там трехразовое горячее питание, там очень хорошо, мне надо заканчивать, еще был вопрос, если приезжать в январе, с какого числа, с понедельника, 6-го числа, ребят, это будет понедельник, то есть вам надо прилететь 4-5-го на выходных, и начать с понедельника уроки, с 6-го января, есть ли разница прилетать на 1 или 2 недели, я уже говорила, ну, одна совсем ни о чем, вы только акклиматизируетесь, пойдите назад, на второй вы начнете что-то понимать, и тоже пойдите назад, есть смысл приехать всем тем, кому нужна прививка мотивации, понять, зачем нужно учить английский, как его правильно учить, увидеть толпу людей, кто уже выучил, кто уже на хорошем уровне, назнакомиться здесь с толпой людей, провести классное время, в солнечной, теплой стране, в январе, то есть ее можно рассматривать, был вопрос, стоит ли ехать сюда на Новый год, как здесь празднуется Новый год на Мальте, никак он не празднуется, потому что они здесь празднуют, празднуют Рождество, вот 25-го декабря здесь будет прям, мега праздник, вот, а 31-го это как бы такое, ну 31-го декабря, даже подарки не дарят на 31-е, а дарят все главные подарки на 25-е, стоит ли здесь отмечать, если хотите побыть в тепле, в плюс 17, море в пальмах и так далее, стоит, если ждете здесь активных елок, Дедов Морозов и корпоративов, то нет, здесь не очень, повтори, please, название школы подросткам, European School of English, ESE, ESE, напишите нам, кто хочет в эту школу, мы начнем скоро ранее бронирование туда, потому что у них ограниченные места, вот так школа называется, лагерь супер, уже не первый год туда отправляем студентов, там все замечательно, напишите нам, кто хочет туда забронировать, там деток, подростков своих, мы вам, мы вам поможем, плюс может какие-то скидочки, опять же, скидочки возможны, ребят, если вы кого-нибудь с собой возьмете, мы можем со школами поговорить, сказать, приедут 2-3 студента, ну допустим, там на несколько недель, и школа может вам снизить стоимость, скинуть какие-то регистрационные сборы, подарить трансфер, еще какие-то вещи, школы идут на уступки, школы иногда даже дарят авиабилеты при каких-то акциях, то есть со школами надо разговаривать, я разговариваю, разные бывают варианты, люди пишут, я продал последний Volkswagen Golf, и все, и вот на эти деньги мне надо выучиться, а дома семья и трое детей, и мы начинаем со школы разговаривать, что вот у нас зажатый бюджет, и нам надо 40 часов, и максимум вытащить, и так далее, максимально пытаемся из этого бюджета что-то слепить, если вы можете взять кого-то с собой, нам проще разговаривать со школами, просить вам скидки, потому что мы говорим, это два человека, это три человека, мы иногда хитрим, если у нас совпадают такие даты, люди едут в одно время, мы говорим, у нас два человека, дайте скидку, хотя эти два человека друг друга не знают, но школа там не видит, и школа видит, что дата одна заезда, а мы просим скидку для двоих, то есть мы максимально стараемся сделать, чтобы у вас была самая лучшая цена, поэтому к нам обращаются, нас любят, OpenMalta, ждем черную пятницу, спасибо, я жду черную пятницу, я не знаю, как мы будем работать, очень надеюсь, не до полуночи, продал гольф, не ха-ха, ребятки, а вот так вот, да, да, люди так и пишут, люди, ну, когда мы начинаем разговаривать, спрашиваем, какой бюджет, ну, говорят, я продал в пульсваген гольф, лагерь си скольки лет, лагерь с восьми лет, с проживанием, лагерь с восьми лет, курсы для детей есть четырех лет, если мамочка будет приводить и забирать, Сент-Джулианс, там вроде город с кучей баров и пьяных, за ними нормально присматривать, нет, не путайте, пожалуйста, в Сент-Джулиансе находится вот эта вот школа для взрослых, дети обучаются на базе лагеря, который отнесен вообще в дальний район от Сент-Джулианса, туда добираться автобусом, они в отеле, четыре звезды, отдельно с двумя бассейнами, с теннисными кортами, с садом, с классными комнатами, с видом на море, они отделены, дети совершенно, они учатся там, поэтому они в этот центр не попадают, опять же, бары пьяные, вы их видите ночью, дети ночью спят, если даже вдруг, и студенты, кто не хочет видеть, вы когда учитесь в Сент-Джулиансе днем, вы никого не видите, бары закрыты, все закрыто, это обычные районы пальмочки, вот, ночью там тусят, ну, можете, если не хотите тусить, не тусите, вот, а так никто не запрещает, ну, вообще, я за тусить, потому что это весело, вас никто не заставляет пить, ну, я сейчас отключит Инстаграм, вот, а провести время, подружиться со всеми, почему нет, но дети, они учатся отдельно, патчели там весь, развор, развор, кто что нашел здесь, Евгений, кто что здесь нашел, мне надо прещаться, иначе я сейчас оборвусь вообще, как, не знаю кто, рада всем, спасибо большое за поддержку, за комментарии, за вопросы, извиняюсь, если я что-то несла, какую-то чушь, что я простужена с температурой, но я провела все-таки прямой эфир сегодня, до последнего не знала, проведу или нет, рада всех видеть, пока, до новых встреч на следующем, в, в следующем прямом эфире, пока-пока, ребят, спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова